В Дагестан накануне с рабочим визитом прибыл замминистра экономического развития России Михаил Бабич. В ходе визита правительственная делегация осмотрела ряд важных объектов, которые строятся в рамках предислокации Каспийской флотилии, а также несколько инвестплощадок региона, чтобы оценить промышленный потенциал республики. Обо всем по порядку расскажет моя коллега Зумруд Гамидова. Программа визита была насыщенной. Один из главных пунктов – Каспийск, промышленный центр и город-спутник столицы Дагестана. Первым делом Михаил Бабич осмотрел многофункциональный медицинский центр в Каспийске, который построили за один месяц. Госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием, в их числе аппарат КТ и ИВЛ для реанимационных палат. Сейчас заканчивается его внутреннее обустройство и не за горами тот день, когда здесь появятся первые пациенты. Затем Бабич ознакомился с условиями, созданными для проживания военных. Гости осмотрели общежитие, а это два жилых корпуса, столовый и бассейн. Квартиры полностью меблированы и оборудованы сей необходимой техникой. Здесь же на территории военного городка было проведено совещание. Михаил Бабич отметил, что федеральный центр готов оказать дополнительную помощь Дагестану. По Каспийску у нас, соответственно, есть отдельное поручение главы государства, правительства Российской Федерации о необходимости обеспечить синхронизированное строительство социальной сферы, которая будет производиться как в интересах военнослужащих, которые передислоцируются в республику, так и в интересах гражданского населения. Сегодня мы видим объекты социальной инфраструктуры, где в школах, в детских садиках будут учиться дети, как и, соответственно, жители Каспийска, так и прибывающих военнослужащих. Работы все идут в целом по графику. Сейчас, по словам чиновника, Минобороны занимается строительством 74 социальных объектов на всей территории республики стоимостью 13 миллиардов рублей. Глава региона Владимир Васильев, в свою очередь, отметил, что перевод флотилии в Дагестан должен способствовать развитию инфраструктуры Каспийска и улучшить жизнь как военных, так и местного населения. В связи с этим, по его словам, сжатые сроки строятся школы, детские сады и другие социально значимые объекты. Когда президент принял решение о том, чтобы быть таком в постановлении правительства, то поручил и министру обороны, и мне вести постоянный контроль за качеством работы. Он так и сказал – качество обеспечения. Чтобы перевод флотилий в создание инфраструктуры для обеспечения надлежащей службы защитников Отечества не только не ухудшило положение дел местных жителей, как это раньше бывало, чтобы дать какой-то процент от детского садика. Нет. Наоборот, вот эти средства выделены по указанию президента, чтобы мы увеличили эту инфраструктуру. Также в планах властей привести в порядок систему водоснабжения города, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды. В связи с тем, что системы водоснабжения и водоотведения, а это как раз вот конвенциация, были крайне запущены в предыдущий период. И нужно было сделать быстро. Ну а уже после, в торжественной обстановке, делегация открыла завод по производству полиэтилена. Гостей, как и полагается, на Кавказе встречали песнями и танцами. Официально дав старт работе завода, руководители осмотрели его производственные линии и продукцию. На строительство завода из Фонда развития промышленности были выделены 550 миллионов рублей, а за счет его водоэксплуатации создаются десятки новых рабочих мест. Отрасли экономики, нуждающиеся в приоритетном и ускоренном развитии, будут более подробно обсуждаться во время дальнейших встреч и выездов по регионам республики, которые запланированы у Михаила Бабича в Дагестане.